Добрый вечер. В студии Тимур Бекморзин. Настало время поговорить о реальной экономике. О тех предприятиях и отраслях, которые, как сейчас принято говорить, выступают драйверами роста отечественной экономики. Или, проще говоря, двигают ее вперед. Что это за отрасли и что это за драйверы? Часто приходится слышать, России нужно слезть с сырьевой углы. С этим почти никто не спорит, но что здесь конкретно имеется в виду? Нужно ли нам резко сокращать экспорт энергоресурсов? По-моему, это будет выглядеть очень странно и спорно при нынешней динамике. По данным Международного энергетического агентства EIA, к 2025 году потребность в энергоресурсах в развитых странах увеличится на 30%, в Китае и Индии в два раза. Так зачем нам самих себя лишать стабильных доходов и привычных рынков? Другое дело, нужно одновременно, уже, что называется, вчера, развивать собственную нефтегазопереработку, увеличивать глубину переработки сырья в России. Вот если мы добьемся успехов на этом фронте, тогда наш топливно-энергетический комплекс станет не просто одним из источников пополнения казны, в зависимости от конъюнктуры цен на энергоносители. ТЭК, помимо этого, станет еще и полюсом для притяжения инноваций, тем самым драйвером роста экономики. И, в принципе, в Татарстане мы уже видим, как нефтегазоперерабатывающий комплекс выходит на ведущие позиции и по доходам, и по инвестициям, и по инновациям. И это именно тот опыт, который стоит изучить подробнее, чем мы сегодня и займемся в эфире «Реальная экономика». Смотрите сегодня в нашей программе. И это историческое событие происходит также под ваши овации. Завод бензинов Тайфенка. История успеха. Эту работу могут выполнять только подготовленные люди с хорошими кадрами, с инженерным составом. В этой аналитической лаборатории мы проводим контроль качества поступающего сырья. Там и первый этап производства завода бензинов, с чего все начинается. Какие виды бензинов выпускают на заводе в Нижнекамске и кто контролирует качество топлива? Товарный бензин у нас высокого качества. Это мы можем гарантировать. Мы механики. Это скелет завода, то есть основа. Глаза, скелеты, сердце завода. Как это работает. Много молодых рабочих специалистов. Коллектив высокая культура и профессионализма. Необходимо любить свою работу, любить свой цех и, соответственно, иметь технологическое образование. Многие выросли на этом предприятии, придя сюда операторами, аппаратчиками, машинистами, слесарями. Здесь работают только мужественные, достойные, которые действительно болеют нефтехимией, нефтепереработкой. Люди, которые могут гарантировать качество продукции. Кто эти профессионалы своего дела? Нефтепереработка – отрасль в России с хорошим потенциалом роста, еще и потому, что нам есть куда расти. В этой сфере мы пока серьезно отстаем от развитых стран. Обратимся к цифрам. Россия сегодня добывает порядка 550 миллионов тонн нефти в год. Примерно половину или где-то 280 миллионов тонн мы перерабатываем внутри страны. Показатель далеко не выдающийся. Но есть и другие слабые стороны отечественной нефтепереработки. Глубина переработки нефти в России составляет 74%. Вроде бы неплохо, учитывая, что в начале 90-х она была на уровне 64%. Но, как говорится, все познается в сравнении. В Европе, в странах ЕС этот показатель 85%, в США 96%. Россия от СССР досталась 26 крупных нефтеперерабатывающих завода. Из них подавляющее большинство морально и физически устарели, эксплуатируются от 40 до 70 и более лет. Отстает от мирового и качества выпускаемых нефтепродуктов. Доля бензинов, удовлетворяющих требованиям евро-3 и евро-4, составляет 38% от всего объема выпускаемого бензина. А доля дизельного топлива, удовлетворяющего требованиям класса 4-5, всего лишь 18%. Это с одной стороны, как мы уже не раз отмечали показатель нашей слабости, с другой вектор развития, потенциал для роста. Надо понимать, чтобы реализовать этот потенциал, российское государство должно повернуться лицом к частному бизнесу и всячески стимулировать инвестиции в отрасль нефтепереработки. Пока по факту этого не происходит. Инвесторы работают на свой страх и риск. И о каких-либо серьезных преференциях могут только мечтать. Но даже в этих условиях в Татарстане отрасль нефтепереработки получила мощнейший импульс для развития. Причем наиболее заметно это стало в последние 10-15 лет. Об истории становления первого в Татарстане завода бензинов расскажем прямо сейчас. Нижникамск. Ноябрь 2003 года. Историческое событие в масштабах не только республики, но и всей России. Татарстан делает еще один уверенный шаг на пути развития собственной нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли. Дан официальный старт уникального проекта. Первого в новейшей истории республики завода автобензинов. И он появится здесь, на Нижникамской земле. Мы у себя определили. Одним из главных точек роста это нефтехимия. Мы идем на это уверенно. Потому что, вы знаете, у нас большого роста под обочин нефти отныне не будет. Мы и не хотим. Мы хотим выйти на 30 миллионов тонн добычи. Через год мы уже выйдем на эти объемы. Знаете, мы последнее время наращиваем. Как я тогда говорил, у нас Нижникамск это надежная точка. И точка надежды, я бы так сказал. Поэтому здесь всегда в ближайшем будущем будет хорошая работа, хорошая загрузка. Я думаю, что хороший уровень жизни достигнем за счет работы. Этот завод был построен, можно сказать, в рекордные сроки. Всего за три года. Уже в 2006 году на заводе бензинов была получена первая партия продукции. Но несмотря на то, что завод был построен в начале нового века, работы по его модернизации, повышению качества продукции, приведение ее в соответствии с мировыми стандартами, можно сказать, идут в непрерывном режиме. Темп, набранный в период становления предприятия, сохраняется и по сей день. Главный ориентир для завода бензинов, как, впрочем, и для любого предприятия из группы ТАИФ, это качество. В данном случае качество должно отвечать самым высоким мировым стандартам и требованиям. Снова ноябрь и снова Нижникамск. Только уже 2015 года. И еще одно знаковое историческое событие. Запуск промышленного производства бензина стандарта Евро-5. И это историческое событие происходит также под ваши овации. Это экология, это качество, это совершенно другая цена. И, конечно же, эту работу могут выполнять только подготовленные люди с хорошими кадрами, с инженерным составом, ну и, конечно, с серьезной финансовой поддержкой. Группа компании ТАИФ сегодня реализует много серьезных проектов. Все планы, которые мы намечаем, сегодня в республике реализуются. А это наш экономический потенциал, это наше благополучие, это ваше благополучие. И, конечно же, поступательное движение, которое сегодня есть в компании, оно нас как бы воодушевляет на новые победы. Сам по себе проект очень уникальный. Я думаю, что неповторимый. Ежегодно проводится модернизация завода, то есть идет обновление. Вся продукция выпускаемая, и все процессы, которые мы здесь располагаем, которые ведем, они все у нас стандартизированы, сертифицированы. И вся продукция, соответственно, тоже соответствует всем требованиям, правилам, нормам, ГОСТов. Мы перешли в июле 2016 года на выпуск товарного бензина, соответствующего классу Евро-5. Это по содержанию серы, со сниженным содержанием серы. Благодаря, в том числе, и модернизации, реконструкции производства. Это первый цех. Ну и другие технологические цеха у нас. Вся выпускаемая продукция на заводе бензинов, вся она востребована и вся отгружается по железнодорожной дороге и по автомобильным транспортом. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры. Финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана. И люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика по понедельникам в 22.10. Что из себя представляет завод бензинов Тайфенка? Если упрощенно, он состоит из двух больших производств. Основой для первого является установка каталитического крекинга. И здесь налажен выпуск так называемого базового бензина. А еще и производство МТБЭ и ТАМЭ. Высокооктановых компонентов для товарного бензина. В год установка перерабатывает 1 миллион тонн сырья. Второе производство. Установка по переработке газового конденсата выпускает бензин газовый стабильный. Или по-другому прямогонный бензин. Который служит сырьем для производства соседнего Нижнекамска нефтехима. Керосин. Дизельное фракции сырье для производства дизельного топлива стандарта Евро-5. Выпуск которого Тайфенка освоил еще в 2012 году. В ноябре 2015 года на заводе бензинов Тайфенка было запущено производство бензина экологического стандарта Евро-5. В настоящее время Тайфенка полностью перешел на производство и реализацию бензина высокого экологического класса, в котором содержание серы по сравнению с бензином Евро-4 снижено в 5 раз. За качеством и сырья, и готовой продукции здесь следят особенно тщательно. За год в испытательной лаборатории завода бензинов проверяют более 40 тысяч проб нефтепродуктов. Как следят за качеством топлива, которое мы заливаем в баки? Узнаем. Если качество продукции для завода бензинов – это главный приоритет, какой из этого можно сделать вывод? Правильно, контроль за этим качеством необходим строжайший на всех этапах производства. От того лаборатория без всяких преувеличений объект на заводе сверхважный и достаточно секретный. И только для нашей съемочной группы сделали исключение. В этой аналитической лаборатории мы проводим контроль качества поступающего сырья. Самый первый этап производства завода бензина, с чего все начинается. Мы находимся в хроматографической лаборатории, где мы проводим определение углеводородного состава автомобильных бензинов, содержание кислорода, содержание бензола, содержание оксигенатов. Данные требования также нормируются в нормативных документах и в техническом регламенте Таможенного союза. Хотя большинство испытаний приходится на автомобильные бензины, лаборанты также проверяют качество сырья, промежуточных полупродуктов и готовой товарной продукции. Качество бензина проверяют по 18 показателям. Среди них испытания на октановое число, массовую долю серы, содержание металлов. В среднем на полный анализ необходимо минимум 8 часов. Это прибор для определения содержания серы, спектроскан СВД-3 по ГОСТ Р52-660. На этом приборе мы проводим определение концентрации серы с массовой долей не более 10 мг на метр кубический. На данном приборе мы проводим определение фракционного состава автомобильных бензинов. Мы определяем выход фракции автомобильных бензинов при определенной температуре, который нормируется нормативным документом и также техническим регламентом Таможенного союза. На данном приборе мы введем определение содержания металлов, марганец и свинец в автомобильных бензинах, регуляр 92 и премиум 95. В соответствии с требованием нормативных документов, а также в соответствии с требованием технического регламента Таможенного союза, на территории Российской Федерации не допускается применение металл и металлсодержащих присадок. Испытательная лаборатория оснащена по последнему слову техники. Чтобы прием сырья и отгрузка продукции осуществлялась непрерывно, испытательная лаборатория работает круглосуточно. Она размещена на двух производственных площадках – в производстве номер один и в производстве номер два. Сейчас в штате 88 человек, которые работают посменно. Для получения точных результатов все исследования выполняют на оборудовании ведущих российских и мировых производителей. Конечно, первая задача и руководства компании, и непосредственно завода бензинов – это выпуск качественной продукции, которая удовлетворяет требования и покупателей, и потребителей. В нашей лаборатории работают специалисты как с высшим образованием, так и с профессиональным образованием лаборантов химического анализа. Персонал лаборатории высоко квалифицирован, все имеют достаточный и опыт работы, и квалификации. Требования в работе нашей лаборатории достаточно жесткие, потому что мы являемся аккредитованной лабораторией. Работа у меня интересная. Каждый день мы осуществляем разные методики, постановку методик, выполнение всяческих измерений. Товарный бензин у нас высокого качества. Это мы можем гарантировать, потому что каждый день мы сами выполняем эти измерения и видим, что качество бензина соответствует всем нормативным документам. Мы все ездим на этом бензине. Движок скрывается. Движок чистый вообще. То есть, получается, ни нагара, ничего абсолютно не образуется. При этом зимой заводится легко. За год испытательная лаборатория завода бензинов делает анализ 42 тысяч проб нефтепродуктов. И за все время работы не было получено ни одной претензии к качеству продукции. Испытательная лаборатория – это один из мозговых центров завода бензинов. Если продолжить это образное сравнение, у предприятия также есть свои – глаза, руки, скелет, сердце и многое другое. У каждого цеха, подразделения завода свое предназначение, своя роль. Но абсолютно все они связаны между собой в единый, четко отлаженный механизм. Как он работает, а главное – благодаря кому. В продолжении программы. Завод бензинов Тайфенка – один из самых современных заводов нефтепрорабатывающей отрасли Татарстана и всей России. Его, если так можно выразиться, сердце – это вот эта установка. Установка каталитического крекинга, где, собственно, и происходят самые важные для производства бензинов процессы. С начала запуска на установке каталитического крекинга переработано около 10 миллионов тонн углеводородного сырья. Установка каталитического крекинга, она у нас как бы одна в Татарстане, действующая, так что много в Татарстане нет. Здесь получаем бензин из вторичной переработки, сырьем является вакуумный газоль. На самом деле, это ключевое звено вообще всего производства, да? Совершенно верно. Здесь расщепление вакуумного газоля, то есть получаем основной продукт – это бензин. Также получаем фракции ППФ, ББФ, соответственно, сухой газ для топлива на нефтепереработке, на нефтехимии используется, для печей. В 2017 году построили установку селитинового гидрирования на блоке гидрочистки, где мы уже счистим серу, не снижая октан, получаем высококачественный бензин. А вот эта установка запущена на заводе в 2009-м. Название ее для человека в химии несведущего звучит, конечно, сложно. Установка синтеза метил-третбутилового эфира, сокращенно МТБЭ, и третамилового эфира ТАМЭ. А по сути, это высокооктановые компоненты, которые используются в дальнейшем производстве и существенно влияющие на качество готовой продукции. Без добавок, которые мы производим, мы не достигнем того показателя по октановым числам, который необходим для автомобилей. У нас в Евро-5 бензин производится. Это самое лучшее качество? Да, самое лучшее. Именно благодаря вот этой установке? Отчасти благодаря ей тоже, да. А это мозг и глаза завода. Впрочем, к этой категории можно отнести многих специалистов, работающих на предприятии. Тут и специалисты по контрольно-измерительным приборам и автоматике, и операторы технологических установок. Без ремонтного механического цеха представить нормальное функционирование завода уже невозможно. А как жить без скелета? Цех, значит, состоит из пяти участков, пять участков. 120 человек работают в цехе непосредственно. Цех проводит ремонт теплообменного колонного оборудования реакторов, насосно-компрессорного оборудования, а также выполняет заказы по изготовлению нестандартных изделий, ремонта трубопроводов. Установка по переработке газового конденсата мощностью 1 миллион тонн в год. Еще одно ключевое звено в производстве продукции мирового класса. На данный день миллион тонн проектной мощности установки. Значит, мы вышли на эту проектную мощность. Все недоработки, недоделки, значит, устранены. Установка работает стабильно. Коллектив этой установки является одним из стабильных, стабильных, передовых. Много молодых рабочих специалистов. И по статистике текущества, по нашему источнику, практически ноль. С нашего цеха уходит или на заслуженный отдых, или же на повышение. Даже низшие категории рабочие, слесаря сменные, у нас имеют высшее образование. Можно сказать, коллектив высокой культуры и профессионализма. Сегодня завод бензинов – это во всех смыслах передовое, современное производство. Особое внимание на предприятии уделяется вопросам экологии. С этой целью пары бензинов, наливаемых в железнодорожные цистерны и автобойлеры, отводятся на установку рекуперации паров, где они улавливаются и возвращаются в сырье. Это только один из моментов. Все пары мы с этих цистерн собираем, прогоняем через слой угля активированного, где происходит их очистка, и уже только потом они сбрасываются в атмосферу. То есть степень очистки на данном установке составляет 99%. Так, в 2017 году на установку каталитического крекинга была заменена система пылеулавливания, так называемые циклоны, первой и второй ступени, которые позволили снизить унос катализатора до 99,9%. То есть практически не существует сейчас унос катализатора в атмосфере. Без таких мероприятий тоже прибыли не может быть. Не значит, сейчас тоже много проверяющих органов, которые всегда нам выпишут предписания, да такие предписания, что могут остановить производство. Без этого никак. Ежегодно мы внедряем вот эти мероприятия, направленные в сохранение окружающей среды. Это у нас закладываются планы. Это надо все защитить, это надо все доказать, стоимость. Это тоже интересная работа. Отдельно я бы хотел остановиться на людях, которые работают на заводе бензина в Тайфенка. Об этом я могу говорить уверенно. Коллектив – главный актив и основная движущая сила предприятия. Да, технологии самые современные, оборудование передовое, но основа основ – это профессиональные кадры. Я предлагаю познакомиться с ними поближе. Шамиль Зайнагуддинов в текущей позиции – заместитель начальника цеха. Два высших образования. Профильное и химическое для завода бензинов – это обязательное условие. А еще и экономическое. Карьеру начинал, как и многие здесь, рядовым сотрудником. Работал оператором цеха, начальником смены, начальником установки. Во-первых, нужны знания, опыт и еще отдача от самого себя, чтобы стремиться достигнуть цели, которые ставят. Для Дениса Сафронова движение вверх по карьерной лестнице шло по схожему алгоритму. Начинал с работы оператором, сейчас занимает должность заместителя начальника производственно-технического отдела завода. Начинал я оператором пятого ряда в цехе, потом поднимался до шестого, начальник смены, технолог цеха, и вот сейчас заместитель начальника производственно-технического отдела. Двигло мне, в первую очередь, развитие, знать хотелось больше и больше, познавать всегда, читал литературу, ну и, соответственно, финансовое благополучие семьи тоже повлияло. Влияет, да, вот рост? Рост профессиональный, это на это очень сильно влияет, конечно. Я пришел сюда в 2004 году, устроился оператором пятого разряда, пришел на стройку. В 2005 году мы выпускались, запустили это производство, и так и продолжал по карьерной лестнице, расти. Начальником установки поработал, поработал замначальником, сейчас работаю начальником цеха. Необходимо любить свою работу, любить свой цех, и, соответственно, иметь технологическое образование. Не каждый сможет здесь работать, так скажем. Кто сможет, тот достойно пройдет эту лестницу карьеру, так скажем, и дальше будет работать, развиваться. Многие выросли на этом предприятии, придя сюда операторами, аппаратчиками, машинистами, слесарями, получили профильное образование, показали себя по работе во время проведения капитальных ремонтов, во время ведения технологического процесса. Ну и, получив высшее образование, получили возможность как-то двинуться на ступеньку выше, стать начальником смен, начальниками установок, заменем начальника цехов. Знать и владеть свой технологический процесс, это, во-первых, у него должно быть стремление изучать соседние узлы, соседние установки, чтобы это позволило ему в будущем как бы управлять всем технологическим цехом, ну и потом уже заводом. Здесь работают только мужественные, достойные, которые действительно болеют нефтехими, нефтепереработкой. Они попадают к нам и работают с нами на все 100%. Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры. Финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана. И люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика по понедельникам в 22.10? Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова